В Донецке, промышленной столице Восточной Украины, демонстранты, занявшие 6 апреля здание обладминистрации, объявили о создании независимой Донецкой Республики. Эти люди уже несколько недель требуют предоставить им право на самоопределение. Они выходят на демонстрации, оккупируют административные здания, призывают провести референдум, который решит будущее региона, как это было в Крыму. Активисты также требуют большей независимости от Киева. В двух других городах на востоке страны, Харькове и Луганске, здания местных управлений Службы безопасности Украины продолжают находиться под контролем пророссийских активистов, которые заявляют, что не признают новые власти и не считают новое правительство законным. В Луганске активисты захватили Национальный банк Украины. Тем временем наши коллеги из видеоагентства РАПТЛИ сообщают, что им не позволили попасть в Донецк. Их остановили, потому что у них в паспортах были штампы о въезде в Симферополь, который в результате референдума стал частью России. Власти Киева заявили, что не пустят на Украину любого, у кого в паспорте есть подобные отметки. И эти новости вызывают беспокойство, потому что это уже не первый случай, когда журналистам не разрешают попасть на Украину, чтобы работать там и освещать события. Это даже прокомментировали члены делегации ОБСЕ, которые прибыли в Харьков наблюдать за ситуацией. По их словам, они очень обеспокоены происходящим. Киев также озабочен развитием событий на востоке Украины. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отменил все поездки, чтобы пристально следить за ситуацией. Поступали сообщения, что Юлия Тимошенко собирается приехать в Донецк. Министерство внутренних дел Украины заявляет, что сделает все возможное, чтобы предотвратить насилие и не допустить повторения киевских событий. В то же время, по словам властей, организаторы беспорядков понесут серьезное наказание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...